Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei 11 урок мы продолжаем с вами изучать меню и в этом уроке мы с вами поговорим о системных ссылках значит аналогичным образом вы заходите в админку и нажимаете создать меню кнопки типа меню мы выбираем выбрать прокручиваем ниже и выбираем системные ссылки и давайте посмотрим внешний урл ну уже из названия понятно наверное что это такое давайте все равно для закрепления информации проделаем данную операцию смотрите после выбора внешний урл у нас появляется новое поле ссылка вставляем сюда какой-нибудь произвольный урл для тестирования я беру свой урл вставляю в это поле также ниже есть интересные такие опции целевое окно родитель и новое окно с элементами навигации новое окно без элемента навигации можете здесь просто по выбирать посох потом сохранить и посмотреть как ведет себя ссылка давайте сделаем новое окно с элементами навигации заголовок у меня дыма и нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу у меня появляется 10 в меню дыма если мы кликаем в новом окне меня выбрасывает на тот адрес который я указал посмотрите новое окно это как раз вот этот был элемент если в том же окне делайте родитель то есть это просто добавляет новый пункт меню например с внешне каким-то адресом если это нужно и давайте немножко поговорим о правой вот этой колонке первое меню у нас доступно только одно меню в джумле мы можем создать неограниченное количество меню мы еще позже это затронем когда будем проходить модули потому что они связаны вот смотрите наше меню выводит модуль майн меню то есть тоже родной модуль джума мы опять же поговорим о нем позже когда будем проходить модули то есть само меню просто так не выводится она выводится модулем создается меню как вы уже поняли во вкладке меню а модули создаются в другом месте совсем и там тоже есть свои типы мы еще дойдем до этого вот интересный момент о котором я уже давно хочу сказать родительский элемент если мы кликнем по списку мы можем назначить родителя сейчас например вы посмотрите что это такое например мы хотим сделать родители главная страница нажимаем сохранить обратите внимание сейчас на меню дэма скроется обновляю страницу дэма нет и видно что под главный получается такая тут полосочка и дэма в уменьшенном виде теперь дэма под меню дело в том что данный шаблон не поддерживает красивое отображение меню а во всех других шаблонах которые вы найдете или скачаете у меня там в основном у всех встроенное готовое красивое меню и под меню можно рассмотреть в более таком красивом виде для примера я вам покажу свой сайт вот смотрите видите кнопку платные курсы и если я на нее навожу у меня красиво всплывает вот это как раз под менюшки вот эти все это под менюшки и если меню свернуто рядом с текстом есть вот такой маленький треугольничек смотрящий вниз говорящий о том что тут скрыто меню то есть у платных шаблонов и у бесплатных хороших качественных шаблонов такое меню уже встроено конечно же дизайн у всех разный но она практически там не требует настроек вы только делаете родителя и меню уже вот так вот будет красиво выскакивать дальше порядок смотрите если вам нужно меню вот дэма например поведет поместить самый низ давайте уберем родители убираем корневой пункт меню давайте сохраним посмотрим где у нас дэма находится обновляем страницу у нас дэма в самом низу давайте сделаем его в самом верху вы кликайте по списку порядок и выбираете первым сохраняемся и обновляем страницу вы видите дэма теперь выше пункта меню главное все очень просто также если временно нужно отключить меню но не удалять его вы можете выбрать здесь не опубликовать или сразу поместить в корзину если вам это меню больше не нужно принцип удаления из корзины здесь тоже самый поэтому я об этом уже не говорю мы с вами проходили это уже также доступ то же самое если виден только для зарегистрированных пользователей выбирайте регистры опять же про регистрацию мы с вами тоже еще поговорим special это специальный доступ зарегистрированные тоже не будут его видеть про группу доступа то есть например определенных людей назначить определенный уровень доступа к сайту об этом мы тоже еще будем разговаривать ну и супер юзер видит вы видите по сути только вы ну и пользователи например на сайте ваши помощники администратора которым вы назначили такие права супер юзера они тоже смогут видеть данный меню об этом подробнее еще поговорим то есть смотрите практически у каждого пункта меню есть вот такая вот колонка с настройками давайте рассмотрим еще одни пункты меню выбираем выбрать системные ссылки и в принципе здесь у каждого пункта подписано что это такое произвольный текст используемый в меню в качестве разделителя пунктов давайте кликнем заголовок и посмотрим что это такое мы теперь просто нажимаем сохранить обновляю страницу и у нас демо видите становится не кликабельным но это можно использовать например если у нас длинное меню нам нужно вы просто как-то разграничить используя какой-то текст например выше у нас еще есть какие-то пункты меню и мы вот так вот разграничиваем например можем написать здесь продукты а тут идут уже пункты меню которые ведут нас на какие-то продукты следующий такой же сделать например ниже разделитель там что-нибудь эксклюзив да а уже внизу идут пункты на ваши виды эксклюзива но это к примеру здесь ничего заумного нет идем опять выбрать системные ссылки дальше псевдоним пункты меню честно говоря я не знаю зачем это нужно ссылка на уже существующий пункт меню ну давайте рассмотрим выбираю смотрите алиас мы не трогаем здесь можно то есть заголовок написать какой угодно и пункт меню например мы выбираем на главную то есть наш пункт меню демо также будет вести на главную или например давайте материал и нажимаем сохранить обновляю страницу и смотрите я щас клику на демо а меня перебрасывает на пункт меню материал вот смотрите клику на материал та же самая страница дэма та же сам может быть где-то это пригодится я честно говоря не знаю зачем это нужно мне это никогда не пригождалось идем дальше и разделитель по сути то же самое что и заголовок смотрите кликаем разделитель тоже называем его демо и нажимаем сохранить кликаем на главное и демо у нас видите не кликабельная просто идет как бы ссылка но не кликабельно здесь в этом модуле я наверное тяжело будет показать я вам расскажу на сайте примерно как это может быть работать смотрите вот это первый уровень вложенности до второй уровень вложенности если например я на пункт анимация с нуля в adobe h animate сделаю еще один одного родителя то есть рядом вот здесь всплывет еще один пункт меню и например анимация с нуля в adobe h animate можем сделать разделителем то есть я наведу а кликаться не будет но при этом а всплывет под менюшка на этот разделитель то есть вот мне нужно сделать чтобы здесь не было ссылки никакой вот здесь это может пригодиться я навожу кликнуть здесь не могу но на этот пункт меню я смогу перейти вот примерно так это будет работать вот и все про системные ссылки в следующих уроках мы наверное начнем уже изучать модули и модульные позиции как раз поговорим о модуле меню и посмотрим куда мы его еще можем разместить на этом шаблоне и как смотреть у шаблона какие есть модульные позиции то есть вот эти все позиции зависит от шаблона чем богат шаблон модульными позициями тем больше у нас возможностей разместить контент там где нужно или же вот эти вот блоки блок например регистрация и входа пользователей блок майн меню то есть меню более детально рассмотрим но это не значит что мы больше с вами не затронем пункта меню мы еще с вами обязательно затронем пункт меню контакты когда будем создавать контакт на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь джумла или вы уже матерый веб-мастер вы рано или поздно задумаетесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблоны на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мною лично напрямую у разработчиков и я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства и так как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев